Если составить своеобразный рейтинг ДТП с участием двуколесного транспорта, то в нем на первом месте будут аварии с участием мотоциклов. Таких с начала года в регионе зафиксировано 75. На втором месте будут происшествия с участием велосипедов. Их было зарегистрировано 54. И на третьем месте как раз таки идут аварии с участием мопедов, объем двигателей которых менее 50 кубических сантиметров. Таких автопроисшествий в области с начала года было зарегистрировано 26. В результате столкновений двое человек погибли. Чаще всего водители скутеров и мопедов не соблюдают скоростной режим и дистанцию между своим транспортным средством и другими автомобилями на дороге. Нередко оказываются за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Нерадивые водители мопедов и скутеров представляют потенциальную опасность не только для самих себя, но и для остальных водителей. Таксисты-профессионалы говорят, отсутствие у скутеристов культуры вождения мешает абсолютно всем. Да, особенно тем водителям, которые не сильно опытные, кто недолго водят. Успеть вовремя затормозить, когда они перестраиваются из ряда в ряд, это довольно-таки сложно для неопытного человека. Сложно и наказать такого водителя, но все же инспекторам удается составлять до двух десятков протоколов в день на водители скутеров и мотоциклов. За отсутствие защитного шлема, к примеру, штраф 1000 рублей. Нередко штрафовать приходится и подростков, которые свой скутер используют как игрушку и не удосуживаются сдать на права. Административное наказание в данном случае может быть назначено по достижению ребенка 16-летнего возраста. В данном случае на него составляется административный материал за управление транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Санкция данной статьи подразумевает административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Чтобы без проблем управлять скутером, необходимо иметь как минимум водительскую категорию М. Для управления мотоциклом нужно сдать на категорию А. Операция скутер в регионе продлится до 9 августа.